ДИАЛОГ ЗУЛАДЫ ЗАЛОГ БУДУЧАГА УРАДЖАЮ, ПАКУЛЬ КАМБАЙНЕРЫ ПРАЦУЮЦЬ НА УБОРОЧНОЙ, ИДЕ НА РЫХТОВКА ПОСЯВНОГО МАТЕРЯЛУ. СВЯТА ВЕРЫ, СЁНЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРННИКИ ОЗНАЧАЮЦЬ ДЕНЬ ПАМЯТІ МАНЕФЫ ГОМЕЛЬСКОЙ. А ЗАРАЗ АБ ГЭТЫМ И ИНШИМ ПАДРАВЯЗНА. Помощник президента Республики Беларусь, головный инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко провел прием грамадзян у Петрикове. ЗАСАБИСТЫМИ ПЫТАННЯМИ ЗВЯРНУЛИСЯ ПЯТЬ ЧЕЛАВЕК. ТЭМЫ ЗВОРОТАУ САМЫЯ РОЗНЫЕ. БЫЛА ПРОЗБА ОБДОПОМОЗЕ У ВЫДЯЛЕНИЕ ДЕРЖАВНЫЙ ПАТРЫМКИ НА БУДАУННИСТВА ДОМА ДЛЯ ШМАДЗЕТНЫЙ СЯМЬЇ. ПОСТУПИЛ ЗВОРОТ СА СКАРГАЙ НА СТАН ДОРОХУ РАЙОННЫМ ЦЕНТРЫ. БЫЛИ И ЗЯМЕЛЬНЫЕ ПЫТАНИЕ. ГРАМАДЗЯНИН АКАЗАУСЕ НЕЗГОДНЫ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТА АБЫ ВЫЗНАЧЕНИЕ ПАРАДКУ КОРЫСТАНИ ЗЯМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ. Допомогте разобраться у своей ситуации попросил удельник ликвидации аварии на Чарнобыльской АЭС. Мушина имел первую группу инвалидности. При прохождении Чарговой медицинской комиссии группу поменяли. Вопрос гражданина, то что он имел пожизненную первую группу. После некоторых изменений и прохождения повторных МРЭКов, данный гражданин уже имеет вторую группу. Опять-таки, с рядом заболеваний, которые сегодня характерны для его возраста и той ситуации, так как он, кроме того, что основным являлся ликвидатором ЧАЭС у нас. Поэтому мы позанимаемся данным вопросом, изучим глубину, как дальше помочь данному гражданину. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко подчас рабочей поездки так само принял удел у веншавания комбайнеров и водителям-тысячников. Все точное мероприемство проходило на полях господарки Полесе Агроинвест. Однако веншавали с прационным подвигом и передовиков к СУП Копоткевича. Юрий Шулейко выказал каждому особистую подяку за профессийное выконание работы и пожадал не сбавлять обороты, как завершить уборочную на высокой ноте. Сяруй ты, кто покорил рубежу тысячу тонн, Руслан Качеля. Не глядяши на то, что и на один из самых молодых комбайнеров в районе на Жневе не упершню досягая высоких выников. Все летняя задача – намолотить две тысячи тонн сборжа. Половину уже убрали, но я еще думаю, конечно, набрать еще тысячу – это реально. Технику наладили, все работает нормально так вот. Ну, обеды, все это есть, вода. Ну, помыться надо, помылся вечером, приехал. Ну, всем вроде бы обеспечены, ни на что не жалуемся. Урожай такой неплохой урожай в этом году. Рыхтовка на сене – один из этапов, от якого залежит якость и колькость будущего урожаю. Поколь комбайнеры працуют на уборочной, у сушильные комплексы поступая сборжевый материал. На какие культуры делают ставку аграрий, доведались корреспонденты телеканала «Мазир». На дворе в этом сезоне не радуют постоянствам, але аграры Мазирского и Наравлянского районов спешаются с корыстью провести каждый день. Работа кипит не только на полях, але и на зерно-очищальных и сушильных комплексах. Миновиты сюда привозят материал, с якого в наступном году отримают урожай. Уже зараз убранные территории знов узорвают и засевают культурами, які узыдуть осенью. У жнивни стартует массовая сяуба рапсу. У весневой чарзе, а зимы – сборжевая, тритикали и житам. Главное в нашей работе не только будем говорить посеять и убрать, а довести свою продукцию, то есть семена до кондиции. Значит, семена с поля поступают, если они идут нормальной влажности, будем говорить 14%, значит, они идут сразу на доработку. Если они идут с повышенной влажностью, значит, они поступают на сушилку, высушиваются до 14% и затем идут на очистку. Очистка сборжев вырабляется у два этапа на специальном обсталяване. Для кожного виду носения – особная линия. Отборная якость – главная умова для того, как насеньяводшая инспекция дала добро. Мы закупаем питомники размножения 2-го, 1-го года в научных институтах страны. Это Жодзина, Гродненский зональный институт, Довск. Мы высеваем их, получаем с них суперэлиту. Застерегчий посеуный материал от инфекции допомагает процесс протручивания. У вытворчость зерня запустит только довевший ягода стандарту. И оно должно отвечать всем регламентованным показчикам. Быть чистым, умеревельготным, жизнездольным и незарадженным шкодниками и узбуджальниками хвороб. Справиться с всеми этапами подрыхтовки аграрем допомагает техникам. Стоят стационарные очистительные машины, и мы на них производим очистку. Очистительные машины относительно новые, российского производства. Есть у нас немецкого. За сутки мы производим в количестве от 30 до 50 тонн семян. На экс-базе Крыничное носение вырабляются не только для властных потреб, а и для предприемств у всей области. Только для мазырских полев в будущем году потребится коля 5 тонн посевного материала. И амаль 2,5 тонны подрыхтуют для Нараулянского района. Этих семян должно хватить по Мозырскому району на площадь 15 930 гектар, что больше прошлого года на 30% и для Нараулянского района на 2400 гектар. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фитцнер, Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. За утро 12-го жни у нее мясцовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На пытании Жихара Гомельской области откажет наместник старшини, а был выконкам у Владимир Александрович Прывалов. Звернуться до его можно с 9 до 12-ти годин по номеру телефона у Гомели 75 12 37. А у Гомельским гарвы конками правую линию проведен наместник старшини Виталь Геннадьевич Атаманчук. Нумер телефона 75 19 54. На передоде дня будовника, який означается у неделю 13-го жнивня у Гомеля собрали представников этой галины. По часу рачистого сходу подвели выники этого года и узнагородили лепших. Свое профессийное свято будовники Гомельской области сустракают с неодренными покажиками. У першиню яны стали лепшими по темпах жильевого будовництва. За 7 месяцев в регионе сдадено в эксплуатацию амаль 320 тысяч квадратных метров жилья в шматкватерных домах, что складает 78% от годового задания. На рахунку будовников так само такие значные объекты промысловой и социальной сферы, как Петраковский горно-богащальный комбинат и Гомельская областная детячая больница. С початку года у Галине освоено амаль 770 миллионов рублей, что на 7% больше минулогоднего покажика. В общем, объеме строительственно-монтажных работ жилищное строительство занимает порядка 40-45%. Остальной объем – это промышленное строительство. Это те объекты, которые на сегодняшний день у нас развиваются. Про объемы и темпы будовництва в регионе формы державной поддержки у поляпшения жильевых умов сегодня подзема в программе «Диалог» на телеканале «Беларусь-4». Гостям студии станет старшиня комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облвыконкама Андрей Барановский. Программа выйдет в эфир в 19.20. Свои питания вы можете задать по номеру телефона промога эфиру у Гомеле – 77-68-45. Сегодня православные верники Гомельщины означают 70-ти годы с дня канонизации преподобной манефы Гомельской. Сотни людей из разных кутков Украины приехали у Свято-Петропавловский кафедральный собор, как принять уделу литургии и отдать данину памяти святой. Узначали у святкований на Гомельщине митрополит Минский Заславский, патриарш-экзарх Беларуси Павел. 11-го женивня 2006-го года моши монахини манефы были знудены неотленными, измещены у Свято-Петропавловским собором Гомеля. Прозгод ее имя было канонизовано, манефа долучена далеку мясо вошанованных святых. Однако, глядячи на колькость людей, які приехали у День памяти манефы до ее мошел, многие верники упэлнены. В худким часе монахиня Будя объявлена уся православной святой. Недели две назад встретила женщину, которая приехала с Америки. Специально пришла в собор помолиться. И таких случаев мы можем привести очень много об исцелении. То есть ее имя почитается памятью на всей территории нашей русской православной церкви за рубежом. По воле лёсу свой монахский подвиг манефа несла не у монастыры, а сирот звычайных и уцерковленных людей. Она открывала православную веру тем, хто покутая духовно и физично. Незвычайная добрыня манефы притягивала до ее одновязковцев и людей из разных кутков православного света. Парады монахини были простыми и действенными. Открыть свое сердце для молитвы, покаяния и милосердности. Манефа Гомельская – это, безусловно, святая, которой едут, которой поклоняются, которая помогает людям и эту помощь ощущают. И это видно по рассказам людей, по записям в интернете. То есть на форумах люди же делятся друг с дружкой. Традиционно в День памяти святой раку с ее мощами вынесли за стены Петропавловского храма и пронесли святыню в хрестном ходе. А кроме самого высокого духовенства Беларуси, до его долучились святары. За малюсих приходов Гомельщины, а так само епископы инших епархий. В хрестном ходе пройшли сотни верников, которые приехали прикластися до отсюда дейных мощам манефы. Искренне радуюсь тому, что огромное количество людей приходит в храмы, люди общаются с нашими святыми, которые жили на благословенной беларусской земле. Люди не просто так приходят к этим святыням, а в этом выражается наша религиозная составляющая каждого человека. Мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к святым и получаем просимое. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, Телерадио компания Гомель. Удельники международного автопробега, которые присвечены в 90-м году ДОСААФ, сегодня прибыли в Гомель. Центральные падеи, проведенных в Рачистостях, стал митинг каля мемориала «Вечный огонь». Сучасный ДОСААФ – правоперемник, створенного в 1927 году Товариство саденничеяния обороны, авиационному и химичному вдавниству «Асавиахима». Напереды дни, подчас Великой Айчиной войны, эта организация занималась патриотичным выхованием насельництва и рыхтовала кадры для Червоной Армии. В 1932 году президент Центрального совета «Асавиахима» затвердил положение об звании «Ворошиловский стролог», заслужить якое им кинулися десятки тысяч человек. Сегодня ДОСАФ называют «Школой мужности, патриотизму, спортивного и профессионального майстерства». В целом, по Беларуси, что год, удел у мероприемства этой организации принимают каля 400 тысяч человек. А прочее того, в установах ДОСАФ рыхтуется до 50 тысяч специалистов для узброенных сил и силовых структур. Задача международного автопробега – популяризация деятельности ДОСАФ и притягнение у ее роды новых членов. Это международный автопробег. Начало и старт вчера был положен в городе Могилеве. Дальше это Рогачев, это Гомель, Мозырь, Житкович и так далее по периметру республики Беларусь. Заканчивается вторым этапом, который следует 20 числа из Смоленска на линию Сталина. У понеделок 14-го жнивня радиостанция «Гомель-ФМ» означает 16-ти годзе. Увесь день слухачоу чекают эфирные акции и подарунки. Слоганом свято брали заклик «Одрывайся, как у своей 16». «Гомель-ФМ» – знаковая станция для в области. Она была первым мясцовым радио, якое открылось в нашем регионе. 14-го жнивня 2001 года у «Гомель» на ультракоротких валях загучали позывные «Экспресс». Простые годы додали вершине на частоте 101,3 «ФМ». В 2008-м распочалась найновшая история радиостанции под новой гандлёвой маркой «Гомель-ФМ». Сегодня это сучасное радио для дорослых, активных людей. У эфиры лепшие замежные российские айчинные композиции. Вызначают с целью радиостанции не только горачи и хиты, а и интеллектуальные диджеи, оперативные новины и аналитика сусветных падей. 14 августа. Всех приглашаем внимательно слушать эфир, потому что именно в этот день празднуем свой день рождения. Нам 16 лет. В эфире ждет много акций, эфирных подарков. Также акция «Крути педали», где многие люди смогут побывать в нашей студии. А в 15.00 на главном пляже города устроим пенное безумие, пенную вечеринку. Поэтому всех туда также приглашаем. И, конечно, каждый час будем в кафе «Фаст Ролл». Приходите, фотографируйтесь с нами и также получайте много приятных сюрпризов и подарков. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, а в интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.